Привет всем медоедам. Юрий Романенко подъезжает, на подъезде находится. Меня зовут Николай Фельдман. Чуть позже Юрий присоединится к нам, а мы пока начинаем разговаривать этот эфир. Николай Казимиров с нами на прямой связи. Николай, добрый день. День. Добрый. Я немножко представлю. Это тот самый Николай, о котором говорил у нас в эфире Михаил Шустер, представляю его в качестве специалиста, ученого, который в том числе имеет ряд разработок по энергоэффективности. И в прошлом, я так понимаю, вы имели отношение к институту Патона. В том числе давайте вы самостоятельно определите угол зрения, на который мы сегодня ведем обсуждение. Я так понимаю, это в продолжении того, что мы говорили также с Владимиром Бунецким о пилетном производстве в частности, а может быть об энергосберегающих различных технологиях, которые позволят Украине в первую очередь добиться энергоэффективности, энергонезависимости в будущем. Правильно я понимаю? Конечно, правильно. Добро. Давайте тогда в ваш угол зрения, какую технологию мы сегодня будем обсуждать? Какую вы хотели бы обсудить? Ну, самое простое, это то, что сегодня всем очень важно, это мы сидим без света, вы видите, что я работаю от аккумулятора. Вот, поэтому энергосбережение сегодня очень важный вопрос. Этим вопросом мы начали заниматься в институте электросварки в 93-м году. В 96-м году уже мы сделали установку для напыления энергосберегающего стекла, то есть того стекла, который работает как тепловое зеркало. То есть она по желанию отражает тепло так же, как и мы видим себя в зеркале. А в принципе, все это началось энергосбережение гораздо раньше, где-то в 1907 году был запатентован термос. А в термосе наша задача как? Залили туда горячую воду и нужно как можно дольше держать ее теплой. Задача в доме, она ничем не отличается от этого термоса. То есть мы должны нагреть дом и как можно дольше оставаться в тепле. Поэтому будет понятно, как работает, если мы поймем, как работает термос, мы можем сделать так же и дома. Первый термос это была стеклянная колба, которая была с двух сторон покрыта серебром. А серебро это металл, который очень мало излучает тепла. Ну и еще первый патент был то, что между двумя стенками, внутренней колбой и внешней поверхностью был вакуум. Ну, по крайней мере, так звучит патент. Сегодня мы в термосах не видим вакуума, сегодня мы уже пользуемся термокружками и так далее. То есть до сих пор еще подают заявки на термосах. Так что этот вопрос, он не закончился. Но самое главное то, что тепло, которое нагревает колбу, оно не излучается, потому что серебро излучает всего лишь 5%. Может излучать. Это такая его характеристика. А в основном все строительные материалы, которые сегодня используются, они поглощают и излучают 93-90%. То есть, грубо говоря, нагреваясь, они передают температуру дальше. Поэтому вот первый стеклопакет, который вот ставили в новые окна, он моделирует из себя как бы термос. То есть одно стекло покрыто серебром, а второе стекло, ну это если однокамерный стеклопакет, когда два стекла применяются. То есть на одной поверхности стекла находится серебро. С той лишь разницей, что вот те, кто это серебро напыляет, научились делать его невидимым. То есть если мы смотрим через стекло, то в том диапазоне, который видит наш глаз, это стекло прозрачное. Но оно абсолютно непрозрачное и работает как тепловое зеркало в других длинных волн, которые касаются температуры, скажем, 20-100 градусов. То есть ту температуру, которую нужно отразить, для этого, для этой длинной волны стекло является покрытое серебром. А видимая часть спектра, которую мы видим глазами, она остается прозрачным. Вот это вот то, что отличает стекло, которое называется низкоэмиссионным, от термоса. То есть и там, и там находится серебро, но в случае оконного стекла это серебро не видно. Вот это было первое направление, которое мы начали разрабатывать здесь в Украине, ну и фактически в СНГ. Больше кроме нас этим никто не занимался. А давайте попробуем сформулировать, каким образом это практически применимо сейчас к вопросам, которые актуальны для Украины. Вот здесь и сейчас, как это можно внедрить? Ну, например, вы знаете, вот простое предложение. Вот сегодня идет война, солдаты могут использовать маскировочную ткань, но в инфракрасном диапазоне они видны, ну как нагретые тела. Как их закрыть, как их защитить. Ну, очень просто, как я говорю. Есть строительный материал, он называется теплоизоляция фольгированная. То есть, есть слой теплоизоляции, ну, например, 2-3 миллиметра. Они и больше бывают, но нам больше не нужно. То есть, если мы к этой ткани, ну, как сказать, как она, пришьем, да, прицепим вот этот строительный материал, и фольгой будет он смотреть на солдата, который, допустим, в ококе, ну, маскировочную ткань над чем-то ставят обычно, то уже теперь этот солдат будет невидимый. Почему? Потому что вот этот вот алюминий будет отражать то тепло, о котором мы с вами говорили. Помните, в термосе? Да. То есть, алюминий и серебро работают одинаково, и в данном случае уже человек становится невидимый, как в видимом диапазоне, так и вот в том инфракрасном, который его видел, и, допустим, тот же, как он, летают эти, которые у них же есть. Ну, то есть, это будет невидимым для тепловизоров, правильно? Правильно. Ну, и, соответственно, ты так можешь спрятать технику, которая только что там пробежала, в сколько-то километрах нагрелся у него мотор, мы хотим спрятать ее. Накрыли вот такой тканью, и все. И она уже становится невидимой, ну, конечно, если из Каспии отстреляют, то это, они стреляют по координатам, но если есть, как говорится, ближние, которые посматривают в эти, ну, которые летают сегодня в квадрокоптеры, так по-разному называют, то есть, они уже не увидят. Ну, и, скажем, тот, кто ближе. Это, вот, скажем, самое простое сегодняшнее применение. Ну, все это можно точно так же применить при строительстве дома. Если говорить о сегодняшних проблемах с энергоэффективностью, с энергетикой вообще, с которыми столкнулась Украина вот в этом процессе, в процессе нанесения ударов по энергетике и так далее, возможно ли применение этих технологий для того, чтобы, скажем так, утеплять дома здесь и сейчас, без больших капитальных вложений? Ну, как раз, вот, есть и ребята, в том числе и Михаил Шустер, который с вами общался. Проект строительства, скажем, домов в Макаровском районе, в Уче, в той же самой. Именно дома нужно строить сегодня, когда случилась такая ситуация, энергосберегающие. То есть, чтобы их энергопотребление было как минимум в 20 раз меньше, чем то, что есть сейчас. Я-то свой первый дом энергосберегающий построил в 2009 году. Он весь закрыт стеклом. Все понимают, что стекло – это не тот материал, который может сберечь тепло. Но вот эта технология, так сказать, стеклянный дом, то есть на сайте Технолуч можно посмотреть, как этот дом строился, как он выглядит. Но вот там уже потери 4 ватта вместо 100 ватт, которые сегодня берутся, когда проектируют новые дома, то предполагают, что 100 ватт на квадратный метр площади необходимо будет энергии. То есть, если мы берем дом площадью 100 квадратных метров, нам нужен котел 10 киловатт. А теперь давайте возьмем, 4 ватта умножаем на 100, будет 400 ватт. Что такое 400 ватт? Любой масляный радиатор, он где-то идет, киловатт-2 киловатт. То есть, ты пославил масляный радиатор, электрический я беру, и все, и тебе не нужно 10-киловаттный котел вставить. Вот преимущество вот этих всех технологий. На 100 квадратных метров достаточно будет одного масляного радиатора? Ну, у него 2 киловатта. Вот у меня дом, который я построил, там 360 квадратных метров. То есть, там нужно, ну, я беру в среднем 400, потому что я специально один этаж сделал по старой технологии, а и два этажа по новой технологии. Поэтому, грубо говоря, все, что там нужно, чтобы его прогревать, 1,6 киловатта. То есть, достаточно одного масляного радиатора. Ну, учитывая, что комнат на первом и втором этаже несколько, то получается, что с запасом ты, грубо говоря, даже если в гостевой комнате, ну, и так далее, ставишь масляный радиатор, то не надо ставить никаких котлов и так далее. То есть, максимальное потребление 1,6 киловатта. Окей, а скажите, а если вот не говорить о строительстве, то есть, со строительством разобрались, с ним понятно, то есть, новое строительство должно применить эту технологию в данном случае. А если говорить за уже существующее строение, за существующие квартиры, что возможно и правильно сделать людям здесь и сейчас для того, чтобы, возможно, недорогими способами реализовать... Нет, абсолютно все это возможно. Я когда вот смотрел, как люди приватизировали свою квартиру, как они утепляли. Сначала утепляли изнутри, ну, потому что у всех был страх выйти на фасад. Сегодня утепляют в основном фасады. Если бы обратили, как? Берут пенопласт, приклеивают к стене, а потом это все штукатурит. Когда ты смотришь, нужно же понять, а есть ли смысл вот в этом, во всем движении? Абсолютно... Вот смысла, чтобы укреплять, утеплять пенопластом, абсолютно нет. Почему? Потому что уже все и проверили, скажем, кирпичная стена или там бетонная, они дышат. Ну, то есть пропускают воздух. Это называется как раз вот... И если стену заштукатурить с двух сторон, то в 40 раз уменьшается воздухопроницаемость. Поэтому вот сегодняшний этап, когда клеят пенопласты, штукатурят, пользуются только от штукатурки. То есть, если бы убрали пенопласт, просто заштукатурили, был бы тот же самый эффект. Понятно. Если рассматривать, вот каждый строительный материал, он имеет такое понятие теплопроводность. Этот показатель говорит, как много тепла мы можем через него передать. Но не учитывается никогда строителями еще один коэффициент, который называется температуропроводность. А этот коэффициент показывает, как быстро тепловая энергия движется по материалу. Поэтому если рассмотреть, например, дерево, привычное нам, и пенопласт. Ну, я говорю, пенопласт, это вот как бы вот тот белый красивенький материал, он там по-разному может называться, может иметь разную плотность, но суть не в этом. То есть, оказывается, что дерево передает тепло в пять раз медленнее, чем любой пенопласт. Поэтому я говорю, когда пенопласт приклеили к стене, толку от этого нет, потому что он передает вот эту тепловую энергию просто, как говорится, на щелчок двумя пальцами. В отличие, допустим, от дерева. Поэтому, скажем, мы часто используем и те материалы, ну, например, где-то вот в районе 93-го года, могу ошибиться, Киевгорстрой получил там государственную премию за то, что они нападают вот этот вот новый район в сторону нашего аэропорта Парижа. они применили навесной фасад. Вот навесной фасад, он работает гораздо больше, чем, вот скажем, вот этот пенопласт. изнутри мы привыкли, допустим, отделывать наш дом гипсокартоном. Привычнее для вас, да? То есть, мы фактически, вот если мы делаем гипсокартон внутри дома и, скажем, навесной фасад снаружи, и если у нас там будет теплоотражающая изоляция, ну, вот так, как мы солдата спасали, помните, да? То есть, мы точно так же клеим эту всю теплоизоляцию, которая не теплоизоляция, она просто удобна для того, чтобы фольгу установить. Потому что металлическая фольга алюминиевая, она непрочная, а когда она уже приклеена на какое-то изделие, двух миллиметров, например, толщины, то она уже хорошо работает, хорошо сохраняется алюминий. То есть, если мы ставим, у нас есть основная стена, внутренний гипсокартон и внешняя навесная стена, и у нас есть теплоотражающая, фольгированная теплоизоляция, то мы получаем дома, которым я вам сказал, 4-5 ватт на квадратный метр понадобится тепла. То есть, получается, необходимо просто обшить внутри стены вот этим же материалом? Вот, допустим, у нас, ну, у кого-то уже гипсокартон стоит в квартирах, да? Да. Разбирать, все ставить по-новому тяжело, да? Навесной фасад тоже никто не будет ставить. Ну, поэтому, получается, изнутри самое простое. Почему изнутри, вот скажем, зачем гипсокартон и как он работает? Мы всегда знаем, что чем больше масса тела, ну, вот, допустим, чайник вы налили, 2 литра или 10 литров, то быстрее нагреется. 2 литра. Правильно. Поэтому наша стена, это вот как вот эти вот 10 литров. И мы 97% энергии тепловой, которая внутри дома у нас имеется, оно тратится все на эти стены. И тогда предлагается простое решение. А давайте мы вместо большой, толстой стены, ну, помните, как в этих, как говорят, Сталин, когда там почти полметра кирпича. А давайте мы вместо этого полметра или там 20 сантиметров этого кирпича поставим гипсокартон. Масса у них, это как вот 10, да, литров или, скажем, там, 200 грамм. То есть эти 200 грамм, они нагреются быстро. И мы не будем дальше тратить энергию на то, чтобы греть стену основную. Почему? Потому что мы там поставим вот ту отражающую теплоизоляцию, которая энергию теплового с гипсокартона не будет передавать на основную стенку. И получается, что мы-то все время с вами использовали гипсокартон, но только не ставили теплоотражающую изоляцию. А если помните, кто видел, допустим, как устроена теплоизоляция в бане, там всегда стоит вот эта вот фольга, ну, чтобы быстро нагреть вот эту баню. Потому что если этой фольги не будет, эту баню нагреть будет очень тяжко. Понял. Николай, давайте присоединим Юрия к нашей дискуссии. Я не знаю, ты слышал? Я вижу его. Добрый день. Я большую часть беседы слышал. Я ехал. И даже когда парковался, пока припарковался, все проклял, потому что там один мужик поставил машину. Мне просто было тяжело залезть. Короче, классика Жанна. В общем, я все внимательно слушал. Вот. И, во-первых, друзья, полайкайте эфир, потому что традиционно, я смотрю, что халявщиков много, смотрят эфир все больше и больше, а лайкают эфир традиционно мало. И нужно подхлестывать. Поэтому, во-первых, полайкайте, во-вторых, нажмите на колокольчик, чтобы подписаться, когда мы выскакиваем. Вот. Я напомню, что у нас сегодня несколько интересных гостей. Вот помимо Николая, потом с 19 часов у нас включится Николай, Господи, Святослав Дубина. Вот. С фронта он как раз приехал и много чего интересного расскажет. Потом, по балканскому кризису мы пройдем со 20.00 Александр Левченко, бывший посол Украины в Боснии, Ерцеговине и Хорватии. Вот. Который нам расскажет про кризис в Косово, про ситуацию в Сербии. Ну, короче говоря, на Балканах русские ведут активную игру и там масса интересных процессов, которые касаются нас всех. Вот. Поэтому сегодня у нас будет такой, ну и вообще вся эта неделя, я думаю, у нас будет такая сжигательная, интересная. Вот. Теперь относительно Николая. Николай это тот ученый, о котором нам говорил Михаил Шустер и он говорил об этих инновационных всяких вещах, которые он разработал. И вот я когда ехал, я слышал относительно этой пленки по солдатам. Вот ты не развил чуть-чуть эту тему, но может быть и хорошо. Потому что мне интересно, вот вы ее пробовали как-то там с Укроборонпромом, с нашим Минобороном, то есть вывести в какую-то практическую плоскость и скажем так, если не пробовали, то что для этого нужно? Условно говоря, сколько нужно ресурсов, считали ли вы, или там приблизительно есть представление, чтобы вывести это все в ну в какую-то в какую-то в какое-то реальное производство. Да? Потому что я думаю, что если это технология работающая, а она на уровне ну на уровне вот физики работает, потому что я знаю, что под Буча и под Эрпинем россияне применяли на примитивном уровне, да не только россияне, кстати, наши тоже применяли, вот, подобного рода трюки для того, чтобы уйти от тепловизоров. Вот, и мне кажется, что если наладить производство таких вот пленок в промышленном масштабе, ну, это бы действительно облегчило жизнь нашим воинам и просто спасло бы, я не знаю, там сотни человеческих жизней, там, и тысячи, там, от ранений, там, да, потому что мы понимаем, что война у нас очень крывавая, огромное применение артиллерии, и именно от артиллерии несутся основные потери. Вот, вот такой вопрос у меня. Очень хороший вопрос, но я специально его поднял, потому что сегодня это актуально, и не надо ничего, в принципе, организовывать, потому что фольгированную теплоизоляцию 2 или 3 миллиметра можно купить в любом, так сказать, строймагазине, и изготавливают, фирмы, которые изготавливают эти маскировочные ткани, тоже все известные. Если они будут, скажем, подшивать известные стройматериалы, покупая их в универмаге строительном, и подшивать, то вот это будет результат, это важно. Пока там оборонпром наладит, это все долго, поэтому если в прямом эфире такой совет, и плюс у вас разные люди бывают, которые с войной связаны, то есть это нужно просто решать на месте. То есть это, как говорится, любой ротный может все эти вопросы для себя закрыть. И на любом уровне, потому что, ну, я не военный, попытался, скажем, с военпромом общаться, но у нас всегда все это очень медленно идет. Поэтому вот такие вот простые советы, они легко исполняются. Вот эту фольгированную теплоизоляцию можно купить в магазине, сетки поставляются, надеюсь, в войска, так что всего лишь на всего подшить и сами себя спасете. А ждать, пока все это будет организационно, как говорится. Короче говоря, короче говоря, вот у нас сейчас будет после вас Святослав Дубин, а мы как раз не об этом проговорим, может быть, не на уровне. Это очень хорошо, это очень кстати. То есть лучше тем, кого, помните, как говорят, спасение утопающих, да? Дело рук самих утопающих. Поэтому решение очень простое. И в войсках это могут, грубо говоря, скажем так, солдаты, спасибо им, сделать это все для себя сами. Не дожидаясь, пока это даст им государство. А государство, если все это запустит на поток, ну и прекрасно. Тут, как говорится, ничего не надо делать, просто-напросто, как говорится, подшить теплоизоляцию фольгированную и все. Это уже могут, как говорится, даже пенсионеры сделать. Вот если говорить о сегодняшних делах. То есть, смотрите, правильно я понял, что это можно делать не только на такие вот накидки для технику закрывать, но это как-то можно либо в костюм вшивать, но вот... Западные фирмы, они же делали куртки с подшитым алюминием, в смысле с отражательным слоем. Наверное, вы их видели. Ну и точно так же вот этот вот фольгированный утеплитель можно использовать, ну то есть, если закрыть себя сверху, ну если вы сделали, ну предположим, окоп, да, то есть, на два бруствера приклеили вот эту вот теплоизоляцию тонкую и по проходу, то есть, у тебя получается и индивидуальное, так сказать, убежище, которое напоминает из себя термос, в котором вода сохраняется долго и, ну в смысле, имеется в виду, температуру сохраняет. То есть, это вот эти вот вещи, если я помню старые фильмы про войну, всегда землянки обшивали деревом. В данном случае можно вот такой вот теплоизолятор фольгированный, он будет работать так же, как и дерево. А это все быстро, оно же, вот у нас даже как-то там для пляжа продавались такие коврики, у которых с одной стороны алюминиевое, ну алюминий был, находился. Так он, он не работает, так как они планировали, ну единственное, там от влаги сохраняет. Но сегодня можно использовать вот эти вот вещи, которые в строймага, в строймагазинах продаются, можно использовать для того, чтобы было тепло в том же самом окопе, но неважно где. То есть, вот этот принцип термоса, можно все это сохранить. И это будет на пользу, учитывая, что зима, как говорится, только наступила, и все это нужно еще пережить. Спасибо. Очень ценный совет. Я постараюсь донести максимально широкому количеству людей и на фронте. Ну, короче говоря, я думаю, что все должны будут это пропиарить, эту идею. Мне кажется, она рабочая по законам физики, мне кажется, она должна работать. вот мы прямо сейчас, Святослав придет, и мы обязательно ему об этом скажем, чтобы они посмотрели и попробуем это реализовать хотя бы на примере нескольких бригад, с которыми мы коммуницируем с ребятами. и, ну, соответственно, можно будет понять, какой эффект. Ну, вот. Так что, это экран, по факту. Это экран. Это экран. Это так и называется тепловое зеркало. Вот так как вы смотрите в зеркало, и все отражает, вы видите себя. То есть, там коэффициент отражения, ну, условно говоря, 90% у хорошего зеркала, и вы 90% себя, как говорится, видите. И в данном случае с теплом происходит то же самое. То есть, в данном случае 95-97% тепла отражается от, скажем, того же алюминия или серебра. Ну, то есть, это на самом деле должен быть обязательный элемент для, ну, такой расходник, да, для того, чтобы и оборудовать позиции, и, в общем, как бы использовать и на выходах. Ну, мы предлагали делать, скажем, как они там делаются, ну, вот эти вот небольшие, как они, настройки применяются, бытовки. Сложно их делать. Но получается, что вот такой вариант, когда есть вот эти рулоны, они же рулоны, вот этой теплоизоляции, ты их там сбросил, в эти войска, необходимое количество, они уже будут отрезать и утеплять свое место проживания так, как они считают нужным. То есть, не надо там делать теплушки и все остальное. Любое место, где они могут жить, они могут, грубо говоря, превратить его в термос. Получается, я вижу, что полотно такое продается, теплоизоляция 2 мм, вы говорили, 2,3 мм можно, применять? Нет, если есть 10 мм, это неважно. понятно, да. теплоизоляция, она используется только для механической прочности. Да, вот такой рулон стоит 11,96, 20 гривен за погодный метр, то есть, 50 метров рулона, это будет 600 гривен стоить, это как бы, ну, не какие-то... Это очень примитивно, но это очень, как вам сказать, эффективно. Ага. Ага. Ну, я просто еще хотел, вот, учитывая, чтобы вы назвали, что я работал в институте Патона, но я и сейчас возглавляю инженерный центр энергосберегающих технологий и конструкций, и просто хочу напомнить, что вот то же самое в институте была разработана технология сварки живых тканей. Ага. Нет, просто вот, тогда Борис Евгеньевич, он был такой человек, он не пианился ни на чем. То есть, я так у многих людей спрашиваю, вы помните, там, северное, искусственное, полярное сияние, не все помнят, потому что в 75-м году проектовал сварка в космосе. А последняя его работа сварка живых тканей. Поэтому, когда мне сердце кромцали, то из меня вот веревочек уже не вынимали, потому что уже хирурги хорошо используют вот это оборудование для сварки живых тканей. Это просто к тому, что вот, чтобы вспомнить, Дарис Евгеньевич недавно, 104 года исполнил, то Академия, и Борис Евгеньевич лично, он все эти вещи очень сильно поддерживал, поэтому я свою первую машину строил, конечно, за свои деньги, но на территории института электросварки. И поэтому он очень хорошо все поддерживал и прорекламировал, Пустовойтенко когда приходил к нам на предприятие. Ну и вот скажем, как я случайно как-то попал на Майдан, думаю, господи, я уже забыл. Майдан это вот все наше стекло, то, что мы называем сегодня по-тонски. То есть вот Академия наук она всегда как бы была тихой, незаметной, при том финансировании, которое есть где-то там 0,15% от ВВП, а по сути своей минимумы это 3,5% от ВВП. Но вот Академия наук все равно как-то работала просто не как пиарит и знает. Поэтому вот эти все работы, которые сегодня мы вот обговариваем, они все грубо говоря, то есть если бы не поддерживал Борис Евгеньевич, было бы очень тяжело. А государство, ну, государство никогда об этом не думало, поэтому я эти вопросы не берусь обсуждать, поскольку как говорится, уже он болит от тех ударов в открытую дверь. Поэтому подскажите ребятам, как можно спасаться сегодня от холода и от снайперов. Было бы очень сложно комментировать вообще события или не события, а явления нашей Национальной Академии наук, потому что вы говорите там про 0,15 финансирование от ВВП при нужном 3,5%. При этом при всем вы говорите, что там они не любят пиариться, а это приводит к тому, что общество не знает реальные ценности, и мы не понимаем вообще, какие технологии в Украине являлись приоритетом даже изучения со стороны украинских ученых, со стороны украинских представителей Национальной Академии наук. Пиариться как раз нужно, это как раз тот случай, когда мы живем во времени, когда пиариться уже пустой. В хорошем смысле слова пиариться это мы как говорится пиарились, я не имею ввиду, что как-то пиариться в отрицательном смысле, карьеру сделать, продвинуть себя. Здоровье делайте, это было бы хорошо, чтобы все делали карьеры и продвигались, просто сейчас это приводит к тому, что мы даже по сути элементарные какие-то знания сидим, пленка фольгированная стоимостью 600 гривен за рулон 50 метров, а мы сидим это обсуждаем как ноу-хау, ну по факту, хотя это какая-то элементарная абсолютно вещь, и у меня есть такое подозрение, что таких элементарных вещей, если вас посадить вот здесь в эту студию и просидим мы с вами рабочий день, то окажется, что таких вещей огромное количество, мы просто о них никто не знает, никто об этом не говорит, никто этого не говорит публично. Мы пытались и когда-то всегда были совещания президиума Академии наук с кабинетом министров, на последнем, в котором я участвовал, это было еще премьер-министром Юлия Владимировна, и тогда как бы вышло постановление по поводу строительства завода по энергосберегающему стеклу, но это вот бумажка и все, что с ней делать? Финансы под это все не дают. А так, чтобы вот, скажем, взять этот Майдан, да, вот допустим, все его видят, как оно там выглядит, я имею в виду вот этот Днепрогез, которые сделали, это, так сказать, разработка двух украинских фирм, стеклопакеты мы делали, а бортнические, ну, то есть ребята, которые работали с алюминиевым заводом, алюминиевых конструкций, они делали самоконструкцию. Вот там стоит так называемое самоочищающее стекло, которое под действием солнышка вырабатывает электроэнергию, эта электроэнергия разлагает воду на водород и гидроксид водорода, гидроксид водорода активный материал, который убивает на своей, на поверхности, скажем, стекла вирусы и бактерий. То есть второе название у этого самоочищающего стекла это бактерицидное стекло. вот, например, ну, как оно выглядит, скажем, мы можем увидеть, вот сейчас показывают запорожскую атомную электростанцию. Когда посмотрите на посад, в данном случае офисный, там есть синее стекло, оно самоочищающее, то есть бактерицидное. На всех атомных у нас, на Ровенской, на Хмельницкой вот стоит самоочищающее стекло. Атомщикам понравилось синий цвет, поэтому мы для них делали синий. Скажем, для табачных фабрик им понравилось прозрачное стекло, такое, как, скажем, на Майдане. Так что, вот эти вот вещи для здоровья, то, что мы максимально делали, ну, государство попыталось тогда, почему я говорю, что был в 96-м году господин Пустовойтенко у нас в гостях, как раз рассматривался тот вопрос, чтобы запустить это производство. То есть, мы попытались, и Борис Евгеньевич всегда продвигал. Поэтому, первый, кто откликнулся на его предложение, был мэр Лужков. И мы там изготовили для Москвы установку по производству энергосберегающего стекла. А потом это все как бы оно на тормозах спустилось, а нет времени бегать по кабинетам, потому что заняты работой. Вот последняя работа это то, что касается аккумуляторов. Сегодня все это я вот живу, сейчас вы видите, да, с аккумулятором. Он мне помогает общаться, несмотря на то, что нету ни электричества, ни интернета, ну вот так то есть аккумулятор помогает. И сегодня, скажем, потребность в аккумуляторах каждый год растет на 25-27%. Вот такой рынок 25-27% это не то, что там шоколад с тортиком, это что-то невозможное. А технические свойства этого аккумулятора растут на 5% в год. Вот смотрите, да, потребность 25, а рост 5. И вот эти вот все вещи, когда вот мы толкались, я никак не мог понять, почему их не интересует то, что мы предлагаем. Ну, а потом подумал, думаю, зачем фирме Panasonic или LG аккумуляторы, которые работают дольше и имеют большую емкость. если они дольше работают. Вот хочет Маск, чтобы его машина прошла миллион. Для этого аккумулятора, который он сегодня применяет, его не хватит. Дай Бог, чтобы они четверть прошли этого расстояния. А когда мы предлагаем, чтобы они работали дольше и имели большую емкость, они говорят, нет, ну, нас это не интересует. Ну, вот я только со специалистами LG общаться напрямую. С Маском тоже, но только с его как это называется, менеджерами. Фирма САФТ, известная как Тотал, все эти вещи, все это известно, но производителю это невыгодно, потому что он теряет свою прибыль. И вот сейчас я уже толкаюсь в двери к тому же к Москве или к Вольксвагену, который миллиард только долларов положил на технологии скажем тех же аккумуляторов. Вот это вот вещи, которые так или иначе связаны с функциональными покрытиями, как энергосберегающее покрытие, бактерицидное покрытие, и теперь специальные покрытия для того, чтобы сделать аккумулятор. То есть сегодня это стоит на одном из первых мест. Если коснуться второй вопрос это очистка воды. И опять здесь единственным нормальным способом очистки это будет та же самая плазма. Вот магнетронное напыление оно, ну если вот вы слышали наверное разговоры о шаровых молниях, да? Ну по сути своей если разобраться в причине вот этой шаровой молнии, то вот реализовано оно все в приборе, который называется магнетрон. Ну то есть скрещенные электрические магнитные поля создают электрический плазменный разряд, который позволяет напылять необходимые элементы, ну например на стекло, на фольгу, на все что угодно. С разными свойствами теплоотражающими, бактерицидными, либо вот для аккумуляторов с определенной скажем электропроводимостью и емкостью. То есть фактически вот это то, что продвигала Академия наук, ну мы все эти вопросы делаем, ну конечно сегодня так уж устроено государство, что у нас же есть два собственника государственного имущества. Это Академия наук и собственно фонд госимущества. Ну и всегда были попытки о том, чтобы приватизировать Академию наук так или иначе. Поэтому если будет ваша, так сказать, помощь для Академии наук, это в том, чтобы этого не произошло. Потому что как только пройдет та же ситуация, что произошла в России, когда Владимир Владимирович приватизировал всю Академию наук России, ну и фактически ее нет и соответственно она не продвигается. Потому что все равно какая-то доля свободы она должна быть. Потому что у нас у всех, как я говорю, у советских желание сделать что-то хорошее для других, она всегда есть. Но для этого нужна доля свободы. Поэтому они от вас зависят. Николай, смотрите, я не знаю просто как у вас по отчеству, но Николаевич, так проще запомнить. Николай Николаевич. А, легко тогда, хорошо. Смотрите, вот я думал о том, что вы говорите, а например, вот как наш бизнес, вы пробовали с нашим бизнесом говорить? Потому что я, например, знаю производителей теплых пакетов, да, то есть вот окна на высоком уровне, которые уже даже в условиях войны там умудряются еще что-то экспортировать, вот. Но вот я думаю, что то, что вы говорили, их должно по определению заинтересовать, было бы. Дело в том, что, скажем так, я сделал оборудование для производства энергосберегающего стекла в 96-й год. А кому предложить? В 96-м году никто не делал здесь стеклопакеты. Брали в основном в Польше, в Словакии. Тогда мы закупили оборудование и начали делать стеклопакеты. Поэтому все, кто сегодня делает окна или стеклопакеты, это все опять же началось с института потома. Потому что первая машина по стеклопакетам это стояло у нас. И их начали делать. Это сейчас уже пришли олигархи, наши олигархи, российские олигархи, которые весь строительный бизнес, мягко говоря, потихонечку под себя подмяли. Потому что раньше, когда мы делали все для вот этих сложных всех изделий, ну, даже взять тот же самый Майдан. То есть технологии, которые применили на стекле вот этой, как называют иногда, Днепрогресс. Ее же не было в Европе. Вот благодаря ребятам, которые работали с броварским заводом алюминиевых конструкций, и то, что они сказали, давайте вот так все это, ну, как говорится, архитектор уже умер, царство ему небесное, который проектировал все эти вещи. ну, то есть, мы много сделали то, чего не было даже в Европе на тот момент. Ну, скажем, вот эти самоочищающиеся бактерицидные стекла, которые мы производили, они в Америке начали производиться только в 20-м году. То есть, не так-то давно. Ну, то есть, правильно ли вас понял, что эта технология уже применяется нашими производителями здесь, в Украине, или нет? Да, с 96-го года. Ну, то есть, во-первых, стеклопакеты я начал делать и, соответственно, все распространять, а потом рынок стеклопакетов, окон, но я окна не делал, мы делали фасады. Ну, то есть, крупные объекты мы делали, фасады, торговые центры и так далее. То есть, делали монтаж алюминиевых конструкций, ставили свои стеклопакеты, ну, те, которые заказчик хотел. То, что он хотел, мы им ставили всегда. А сейчас рынок, конечно же, уже хорошо развит, я его знаю, но сегодня он все равно под эгидой тех, кто финансирует объекты. Когда мы начинали, то нужно было все и всем, а сегодня это уже бизнес. Ну, вы посмотрите, как Киев изменился и посмотрите на стекла, и вы не увидите ни одного дома, который бы отличался от другого. я имею ввиду новостройки. То есть, если есть какие-то специальные стекла, цвет один и тот. То есть, американская компания сюда зашла, которая производит вот это напыленное стекло, и они весь рынок заполонили. И когда тот самый, как он у нас называется, ну, строительная компания, которая в основном строит, их сейчас стало больше гораздо этих компаний, то они все уже сориентированы на импортное стекло. Ну, я опять-таки говорю, я просто знаю опять, ну, серьезных производителей, которые, которые говорят, что, например, что наши степлопакеты очень конкурентоспособны на внешнем рынке, потому что то, что у нас давно применяется и в Европе применяется, например, в Штатах, ну, вообще залетает просто на ура, потому что там они стоят, как, ну, я был шокирован, но оказалось, что в Штатах это менее развитое, и они технологии, которые... Нет, причина в том, что у нас ребята соблюдают технологию. Я смотрел производство стекло-позетов по всему миру, в Китае, и все рассказывали, смотри, какое чудо, когда они начали делать стеклопакеты, то есть я туда установки поставлял в Китай, как мы говорим, теперь, и то, что они полетели в космос, может, и мы поработали, имеется в виду потоновцы. В Финляндии смотрел, ну, в общем, во всех странах, и, скажем так, дисциплина производства стеклопакетов вот в Украине она меня всегда радовала, поэтому соблюдение технологий всегда качество. я думаю, это надо сделать предметом продолжения, как-то эфиров, потому что я бы хотел какую-то коммуникацию четкую наладить в научное сообщество. Я вот прям специально взял, открыл Национальную академию наук, сайт заседания президии, 14 декабря, как бы, которая будет, да, там есть что-то, вот какие-то доповеди, что-то будут люди обсуждать, что они будут обсуждать, о чем они собираются говорить, все это как тайна за семью и печатями, то есть, я имею в виду, что понятно, типа там, по военный там розвиток, что там, видновление Украины, а что конкретно, какая их мысль в этом? Как это связано с реальностью, как это связано с реальными интересами, с реальными людьми, с реальными организациями, мне кажется, что проблема нашей науки, она во многом связана именно с тем, что она, ну, вообще не способна коммуницировать нормально, то есть, вот вы выходите к нам в эфире? Я не спорю, потому что, вот смотрите, да, я когда пришел в институт, первый год это была работа, ну, например, нужно в космосе защитить наших космонавтов от всевозможных излучений, да, ну, и соответственно, тогда мы вот эту технологию осуществляли, она сегодня довольно просто звучит, то есть, берется электронная пушка, как в кинескопе, как в телевизоре, помните старый? И вот эта вот пушка обстреливает поверхность снаружи, снаружи обстреливает поверхность космического аппарата, он заряжается, и это поле, которое он образует, уже отталкивает вредные, так сказать, излучения, которые уйдут. То есть, мы работали в основном на войну. Вот я могу сказать, что все подлодки ходят на теплообменниках, которые технологию разрабатывали в институте Патронов. Все. И тогда, ну, то есть, мы работали на войну, а что нам самое, вся академия, фактически. И давайте мы сейчас на каждом углу будем рассказывать. Вы знаете, вот мы такой аппарат сделали, который защищает космонавты. Ну, запрещено это было. Потом случился 90-й год, а я в 90-м году заканчивал, так сказать, работу в Хабаровске, как раз вот, по сварке этих. теплообменников, трубчатых. И все. А привычка-то осталась. Мы же все время работали на войну, и у нас все время был первый отдел самым главным. Не дай Бог, что-нибудь ляпнешь. Ну, и все. И известно, где ты закончишь. Ну, слава Богу, я таких случаев не знал, потому что, ну, никто не трепался. Может быть, поэтому вот эта вот привычка, она осталась, и сегодня мешает. поэтому я вот с радостью согласился пообщаться с вами, потому что возможный механизм, как бы продвигать это все, рассказывать большему количеству людей. 100%. И это очень эффективный механизм. Поэтому вот у нас, допустим, есть установка, которую мы сами сделали. Она производит миллион квадратных метров стекла в год. Наполеонного, специального, которое не нужно покупать. Я просто говорю, что, допустим, стекло самоочищающее сегодня на таможне стоит, ну, так, чтобы можно сказать, 19 евро без растаможки. Ну, то есть, добавьте еще 26%. Это НДС, и вот то, что есть. Вот это все можно делать, но мы сегодня стоим, да, в холодном зале, ни хрена не делаем. Вот и все. Все это есть в Киеве. И все это мы все время предлагали, но, может быть, сегодня, когда случилась вот такая серьезная ситуация с Украиной, с этим военным положением, все это может взбинуться с мертвой точки и благодаря, скажем, вашей работе. Потому что рассказывать о том, что есть хорошее, ну, мы не привыкли. Так, я вам, Николай Николаевич, я вам сразу даю домашнее задание, пожалуйста, раз уж все зависит от нас, я прям чувствую себя повелителем вселенной немножко. Я вам даю домашнее задание, нам нужен список технологий, которые вот здесь и сейчас нужно прямо настаивать на их продвижении, вот чтобы здесь и сейчас Украину по всем кластерам, основным экономикой, которая там требует вовлечения и развития, чтобы мы могли понимать, что есть вообще в Украине, как вот надбоня, да, украинской науки. Просто смотрите, 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 мы просто, ну, скажем так, я не знаю, как Николай, но я знаю очень много бизнесменов, но, а через них я знаю, мы знаем всех, ну, по большому счету, мы знаем всех. Я даже по итогам этой беседы я могу вас вести с производителями вот этих окон, да, с теплопакетов, и для того, чтобы вот они с вами поговорили, я не знаю, сколько стоит эта установка, там, и так далее, и вы просто вышли на какое-то решение производственное вот с использованием ваших технологий. Вот, вот, вот и все. И действительно, если вы говорите там об этих всех технологиях, то мы готовы это все дело продвигать, потому что, как оказывается, наш бизнес и наши ученые, они вообще живут в параллельных реальностях, и поэтому, ну, это большая трагедия страны, что за 30 с лишним лет мы не создали нормальную коммуникацию между наукой и бизнесом. Бизнес не понимает, почему нужна наука, наука не понимает, почему нужны бизнес, и бизнес и наука плохо понимают, зачем нужна коммуникация. И государство потом. И государство тоже как бы вообще в этом всем занимает странную позицию, как минимум. Ну, и как следствие, мы имеем, вроде как, как в том анекдоте, фактически мы миллионеры, этот, нет, с точки зрения теории мы миллионеры, а практически в доме у нас две проститутки, вот у нас получилось где-то вот так вот. наше предложение такое, как сказал Николай, действительно, набросайте вот список таких технологий. Если можно, учитывая, что мое время заканчивается, и у вас очень интересный человек после меня, то есть такая технология, которая сегодня очень важна. Ну, вот скажем, бронежилеты. Сегодня они тяжелые, и когда я вот общался, даже с теми, кто стоят на контрольной пропуске, пропал. На самом интересном месте. На самом интересном месте. Продолжение следует... Продолжение следует...